Хотели бы вы попробовать себя в роли криминалиста, расследуя дело всей вашей жизни? Если же ваш ответ «да» и вы хотите сойти с ума и потерять всю свою семью, то в этом вам поможет хоррор-игра The Final Pin. Я её прошёл от начала и до конца, и мне есть что вам рассказать. Что ж, на дворе 1968 год. Главный герой подходит к своей семье, жене Линде и его сыну Кевине. Семья желает удачи герою, так как это его первый день на работе криминалистом. Его первое дело было не из приятных. На парковке лежал труп, и когда его перевернули, они заметили метку из крови в виде ворона. Следом нашего героя просят сходить в машину и сфоткать всё, что связано с местом происшествия. Шли года, а убийцу так и не могли найти. Единственное, что было у полиции, это кровавая метка в виде ворона. Она всегда была на месте происшествия. А наш герой тем временем уже развёлся со своей женой из-за того, что тот начал уделять слишком много времени на работу и почти совсем забыл про семью. Также он потихоньку начал сходить с ума из-за этого несчастного убийцы. Каждую ночь героя мучают воспоминания о его жене и сыне, и как всё было хорошо без этой работы. Шло время, а у нашего героя убили двух знакомых, и тогда он решает пуститься во все тяжкие и сам разобраться со всем этим дерьмом. Был один очень подозрительный лесной дом, куда герой не мог зайти без доказательств. Но ему очень сильно повезло, так как при находке трупа его друга рядом с ним была записка, мол, приходи. В итоге наш герой решается пойти в этот дом. Решив несколько загадок и пройдя длинный путь, он находит труп. Вообще непонятно, первый ли это убийца или вообще просто одна очередная жертва, потому что кровь застыла на трупе и просто невозможно было опознать тело. Наш герой постоял немного и продолжил свой путь. Войдя в следующую комнату, он видит своего сына, и сложив 2 плюс 2, он понимает, что всё это время его сын был последователем того убийцы. Отец не выдерживает, достает пистолет и убивает сына. После чего герой подходит и обыскивает сына. Он находит таблетки и шприц. Видимо, сын ещё до прихода отца сделал себе инъекцию какого-то яда. Атмосфера игры. Игра выполнена в стилистике PS1. Сейчас довольно много таких хорроров, и по сути это стало своеобразным мейнстримом. Их объединяет одно – пугающая и неуютная атмосфера. Дёрганность объектов, низкая прорисовка, музыка, эмбиенты – именно это создаёт ту самую атмосферу. Также я не мог не уделить эффекту зловещей долине. Непропорциональные тела у людей, странные и порой пугающие лица, неестественные походки иногда могут действительно напугать. Кроме Берлина, у него просто прекрасное лицо, накачанное тело. Это всё потому, что он сам на себе тянет весь сюжет игры. И я считаю, в эту игру стоит играть только из-за Берлина. Ладно, если отставить все шуточки в сторону, то порой некоторые люди и правда оставляли не самое лучшее впечатление. Ещё могу выделить одну из главных вещей – это люминальные пространства в совокупности с низкой прорисовкой. Помещения в игре довольно пустые и широкие, что создаёт неуютность и ощущение, что за вами кто-то наблюдает. А низкая прорисовка даёт туман и лёгкую дымку, которые так нам и говорят, что там что-то неизведанное. Ещё, не знаю как другим, но лично мне эта игра напомнила «Everywhere at the end of time». Этот плейлист – это попытка изобразить в музыке тот ужас, с которым приходится сталкиваться больному деменцией человеку. То есть первая композиция – это когда у человека всё прекрасно и хорошо. А ближе к последней композиции человек уже находится при смерти и, по сути, уже ничего не ощущает, не помнит и ничего не хочет. В итоге я решил это сопоставить с игрой. То есть в начале игры у главного героя всё хорошо. Есть жена, ребёнок, он только устроился на работу и, казалось бы, всё идёт просто прекрасно. Но чем дальше мы проходим игру, тем всё хуже и хуже становится игра. Да, тематика альбома лишь косвенно связана с игрой, но я считаю, что это имеет место быть. Моё любимое – «Бисячие моменты». Бесспорно, игра просто бесподобная, с хорошим сюжетом, затеей и тому подобное. Но есть одно «но». Это долгота. Игра проходится за примерно 1 час 35 минут. Вы скажете «Ну, а что такого?». А дело всё в том, что это не обусловлено длинным или интересным сюжетом. В половину игры мы куда-то долго идём. Например, момент, когда мы ищем девочку с собакой в канализации. Ну, очень затянуто. Много коридоров, развилок, где мало того, что они мега длинны, так ещё и потеряться в них очень легко. Да, автор, возможно, хотел показать механику со свистом и собакой. Что при свисте слышен лай собаки, и чем громче лай, тем ближе ты к ней. Ну, хорошо, это можно оставить, но хотя бы сократить раза в три. Ещё к этому могу отнести довольно долгие и длинные коридоры, где комнаты расположены так далеко, что пока ты дойдёшь, пройдёт 100 лет. Или же момент с домиками. Тут нам надо обойти все дома, открыть все ящики, угадать, к какой двери нам надо идти. Это очень затягивает геймплей, и на каком-то моменте хочется даже выключить игру. И самое главное, по моему мнению, это отсутствие скримеров. В игре есть два скримера. Первый — это дед в трубе, а второй — это шип в трубе. Это всё, больше нету ничего. Да, игра, возможно, выводит на атмосфере и сюжете, но два чёртовых скримера за всю хоррор-игру — это как-то не очень. Ещё длинные и бессмысленные допросы, где пока ты не задашь каждый вопрос, ты просто не сможешь уйти. Что ж, это всё, что меня выбесило в этой игре. Но скажу, на всякий случай, это чисто моё субъективное мнение. И если вам нравится долгое хождение по трубам и отсутствие скримеров, то без обид. Что ж, игра оправдала мои ожидания. Хороший сюжет, атмосфера — это просто вау. Насколько я знаю, игру сделал школьник, и это просто меня поражает. Игра выглядит просто потрясающе, тем более этот эффект усиляет, что это сделал школьник. Если вам понравился мой микрообзор на хоррор, то дайте об этом знать в комментариях. Всем спасибо за просмотр, с вами был Криско, и пока.